МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть подозрение, что, как минимум, один номер выдали по знакомству. Начальник управления ГИБДД, а также ряд руководителей на период проведения проверки отстранены от исполнения служебных обязанностей. Пары бензина взорвались в черепоицкой многоэтажке. ЧП произошло на Архангельской 110 в квартире, где проживали наркоманы. Именно они и устроили вспышку паров горючего, когда готовили наркотики. Пострадал 35-летний мужчина, который пришел в гости. Его в наркотическом опьянении и с множественными ожогами доставили в медсанчасть Северсталь. В квартире в результате взрыва выбило оконный блок. Тойота Лэнд Крузер Прада загорелся ночью в череповце на улице Краснодонцев. На момент прибытия пожарных огнем уже были повреждены салон, моторный отсек, левое переднее колесо, передние фары и лакокрасочное покрытие. Оставшиеся потушили за несколько минут. Владельцу удалось установить, автомобиль был застрахован. По предварительной версии, это был поджог. Двухлетнюю девочку сбили в Вологде. Малышка с мамой переходила дорогу по зебре на перекрестке Беляева-Пригородная, когда на нее совершила наезд Тойота под управлением 35-летней женщины. Ребенок в ДТП получил травмы. Служебная собака помогла задержать подозреваемого в грабеже в Вологде. Женщина сообщила полицейским, что у нее на улице неизвестно отобрал сумку с деньгами и телефоном. Мужчина угрожал горожанке палкой. К поискам злоумышленника подключился кинолог. Служебная собака взяла след предполагаемого преступника и помогла определить, где он находится. Стражи порядка задержали мужчину. Теперь на 33-летнего жителя поселка Новый Источник завели уголовное дело. Новый Источник завели уголовное дело.